Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляоян, 24 мая Я сижу в своей комнате в прекрасном вольтеровском кресле. Открыта дверь на веранду, на ней тень и солнце ясного уже жаркого дня. Мерные удары клепальщиков, крики китайцев, ржанье лошадей. По улице проносятся верховые, целые кавалькады, исключительно из мужчин, китайские арбы и рикши с их колясочками. Свистки с вокзала и все прибывающие новые эшелоны. Но все это так спокойно, планомерно, что трудно представить себе, что сидишь в центре театра военных действий. В это время ко мне входит один местный житель, и я делюсь с ним впечатлением этого контраста мира на войне. Ну, здесь у нас влияние и действительно теперь мир. Я говорю о китайцах, они лучший признак мира. Вы видите, сколько их на работах. И все прибывают, и все ласково, доброжелательные. Положим, с ними теперь и обходятся хорошо. Но, во всяком случае, китайцы двуличные. Сила бы. Они очень ласковы. Перестали быть силой. Не в защите. Вы бы посмотрели, что тут было после 27 января. После этих взрывов наших Ритвизана, Цесаревича, Паллады. Рабочие побросали работы. Бои разбежались. И все это грубо. Вам конец пришел. Горло резать всем теперь будут. Не хочу больше служить. Их начальник города запретил было провизию даже продавать. Ну, словом, буквальное повторение 1900 года. Как раз это совпало с их Новым годом. Они всегда начинают войну в праздник. И мы так и ждали. А из войска всего одна рота. Нам, мужчинам, не привыкать. Но дамы тревогу забили. Ждать очереди никто не хочет. Все сейчас сразу хотят уехать. А все поезда от порта Артура полны. И тоже дамы, дети плачут. Есть нечего. Рассказывают ужасы. Я вам говорю, что это была такая всеобщая паника, что воспользуйся ею японцы. Они с ничтожным войском уничтожили бы и нас, и дорогу. И завоевывай тогда край размерами в пол России. Он машет рукой. Да, вот японцы. Размаху нет. Неуверенность ученика, привыкшего к зубрёжке. Хоть взрыв 27-го. Ну, пошли 20 миноносок. Пошли, на счастье, 10 тысяч штыков попытать штурмом взять. Брандеры затем. Промерил циркулем. Получилось 4. Так и послали. И второй раз столько же. И только на третий раз сообразили. А если бы сразу послал 12, 15, 20 брандеров. И всё как-то так у них. Возят, возят войска. И войск окажется много. И перевозочных средств. Целая тысяча транспортов. И недалеко. И что ж. Ну, зима была, весна. А теперь уже полтора месяца. Это ли не погода? Не воспользоваться этим временем тогда что ж. Ещё месяц и дожди. Тогда до сентября. Но тогда у нас будет 500 тысяч войска. Им конец. И от всего впечатления всё то же. Юноша, который со всей отвагой юноши бросился на какого-то несуразного богатыря. Бросился врасплох. Треплет его. Но как-то не всерьёз и в то же время не верит себе. Делает больно. Но настолько, чтобы только рассердить. Знает, что рассердит и плохо будет. Если каким-то решительным ударом не ошеломит. И от этого сознание теряется ещё больше. Бросается от одного плана к другому. Гоняется за эффектами. Вроде взятия порт Артура. А в то же время этим даёт возможность сосредоточить у него за спиной 400-тысячную армию. Потому что пока в порт Артур до назад, до дожди, осень и придёт. Ну, как же вы справились с паникой? Вначале. Как справились? В конце концов, к приходу поезда из порта Артура ставили музыку. И всё время, пока стоит поезд, вместо хлеба и питья мы играли им весёлые мотивы. А потихоньку и наших дам сплавили. А тут и войска стали подходить. Месяца полтора назад их начальника города сменили. Новый любезный? О, да. Теперь до осени можно быть совершенно спокойным. Почему до осени? Хлеб всё-таки они посеяли в полях. Теперь, пока мест не уберут и не продадут по хорошей цене урожай, не тронутся. Ну, тогда, если японцы будут продолжать побеждать, можно ждать серьёзных смут. Сегодня слышал подробности смерти японского офицера, командовавшего у нас ротой в Петербурге. Фамилия его Ташица или что-то в этом роде. Говорят, схватившись с нашим офицером на шашках, он крикнул ругательство, задевшее казаков, будто бы назвал их оборванной сволочью. И вот один из казаков, оскорблённый, подскочил и так ударил его шашкой по шее, что голова совсем отделилась. Слух о гибели пяти японских судов пока не подтверждается. Гибель крейсера в бухте Керр – факт, конечно, уже давно известный вам. Говорят, он наткнулся на свою же мину, вследствие перемещения буйков, сделанных нашими моряками. Ждут известия, что флот из Порт-Артура вышел во Владивосток. И сегодня уже говорили. И вышел, и соединился уже, и потопил много японских судов. Ну, тогда сразу переменится всё в нашу пользу. Переменится? Переменилось уже. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год